Банкротами признаны уже две управляющие компании, входящие в структуру жилфонда. Об этом рассказало сегодня руководство Сибирской генерирующей компании. На данный момент конкурсное управление введено в отношении комфорта быт-сервиса и жилком-ресурса. Общей сложности они обслуживали более 1300 домов. СГК, которая стала владельцем контрольного пакета акций жилфонда, подчеркивает, к концу года они планируют реорганизовать и все остальные дочерние управляющие компании, взять их всю работу на себя. Причем большинство сотрудников этих организаций не пострадают и останутся на своих рабочих местах. Ликвидированы будут лишь руководящие должности. По заверениям коммунальщиков, жители домов, которые обслуживают жилфонд, не должны испытывать неудобств. Все текущие работы будут исполняться в срок. Руководству компаний даже удалось сэкономить благодаря новым договоренностям с подрядчиками. Все текущее содержание и все необходимые работы регламентные, экстренные, договоры на данные цели были заключены в декабре. Михаил Варфолонович ответил уже, что мы путем вот таких вот закупочных процедур сэкономили порядка 80 миллионов. Руководитель сибирской генерирующей компании также прокомментировал ситуацию с режимом неблагоприятных метеоусловий, который держался в Красноярске с начала года. Он считает, что предприятия СГК в этой ситуации невиновны. По его словам, трубы ТЭЦ, а вместе с ними и выбросы, поднимаются на 200 метров над землей, а значит не могут образовывать такой смог над городом. Кроме того, на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 установлены электрофильтры, которые улавливают большинство вредных частиц. И чтобы доказать свою правоту, СГК сейчас проводит масштабное экологическое исследование, которое поможет определить все источники загрязнения. Когда мы это все подведем черту под этим исследованием, мы обязательно презентуем и на эту тему очень подробно поговорим. Что можно сделать, где настоящие угрозы находятся. Такое исследование было сделано в Абакане у нас в свое время. И оно показало, что 95% снабжая теплом, мы при производстве тепла являемся держателем 3 или 5% загрязнения.